Экология, здоровье ребенка, здоровое питание детей дошкольного и школьного возраста и актуальные проблемы закупки продуктов для школ и детсадов через систему Прозора обсудили на конференции, которая прошла в 15-й школе. В мероприятии приняли участие специалисты Управления здравоохранения, образования, ветеринарной медицины, представители школьных и дошкольных учреждений, технологи Мариупольского молокозавода, мясокомбината и завода питьевой воды. Такие конференции проводятся уже на протяжении многих лет. Каждый год место проведения мероприятия меняется, а цели остаются актуальными. Всех участников волнует один вопрос – организация общественного питания для детей, которое, как известно, должно быть сбалансированным и полезным для физического и умственного развития подрастающего поколения. Заместитель городского головы Ксения Сухова подчеркнула важность качества здорового рациона для детей дошкольного и школьного возраста. Она пояснила, что предпочтение при закупках через систему Прозора будет отдаваться тем предприятиям, продукция которых будет оптимальной по соотношению цены и качества. Это обязательно будет прописано в тендерном техзадании. Что те предприниматели, которые заявляют, не наша задача понизить цену, наша задача взять качество. И когда предприниматель, участвуя в Прозора, понижает цену, заведомо понимая, что он не выполнит это качественное питание на эти деньги, вот это беда. И, наверное, это уже на совести того подрядчика, который это делает. По словам руководителя группы предприятий ООПТ и ЭКЛИЧ-продукт Юрия Тернавского, выделяемая городским бюджетом сумма не позволяет кормить детей в детских садах и школах действительно качественными и здоровыми продуктами. Поэтому вместе с заместителем городского головы Ксенией Суховой было решено обратиться к губернатору Донецкой области Павлу Жебривскому с инициативой, чтобы ежедневно в рационе детей присутствовал один вид молочной продукции за средства областного бюджета. Для этого на конференции впервые были представлены образцы фруктовых йогуртов, а также ряженка и кефир в удобных порционных стаканчиках, специально разработанных для школьного питания. Для популяризации здорового питания в школах и детсадах Юрий Тернавский передал два сертификата по 5000 гривен Управлению образования Мариупольского городского совета. Они будут вручены тем школьным и дошкольным учреждениям, которые наилучшим образом заботятся о здоровом питании детворы. Здоровье наших детей – это самый главный приоритет для нашего управления, потому что у нас команда технологов, санологов, диетологов, которые на протяжении 20 лет трудятся на наших предприятиях. И сейчас мы должны приоритеты давать в первую очередь, в моем понимании, местному товаропроизводителю. Но это не значит, какие-то будут суперработы. Должно быть качество, идеальное сочетание и цена. Начальник областного управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпотребслужбы в Донецкой области Владимир Белицкий сказал, что несовершенная еще советская система общественного питания в школах наконец-то ломается и разрабатывается полноценное двухнедельное меню. Он также отметил, что на протяжении многих лет в качестве продукции Мариупольского молокозавода и мясокомбината у возглавляемой им службы нет никаких нареканий. Сегодня вместе с вами, с директорами школ, согласовываем, вы знаете, двухнедельное меню. В этих двухнедельных меню прописывается то качество продукции в пределах того финансирования, которое выделяется. К сожалению, оно, конечно, недостаточное. Но мы вместе с вами стараемся как-то выдернуться из этой ситуации, в хорошем смысле этого слова, и максимально разнообразно все-таки сложить эти белки, жиры и углеводы в единое целое, чтобы ребенок получил как можно более полноценное питание. Начальник управления образования Мариупольского городского совета Светлана Добровольская пояснила, что низкая стоимость продукции отнюдь не говорит о ее плохом качестве. На столах для дегустации был представлен широкий ассортимент кисломолочных и колбасных изделий и блюд на их основе. То и буфетные продукции, которые будут востребованы в школьных столовых. Участники конференции пришли к общему мнению, что необходимо расширить ежедневный рацион школьного и дошкольного питания молочной продукцией. Питание у нас проходит на том уровне, на котором мы можем его предоставить. Мы заботимся о наших детях, стараемся предоставить самое лучшее, что мы можем. Хотелось бы, конечно, как и в моем детстве, чтобы молоко присутствовало, ряженка, те же сырники. Мы будем очень рады, если у нас будет намного больше молочной продукции. Доступная цена и, соответственно, качество самое лучшее. Да, каждый день с семьей мы покупаем продукцию. И молоко, кефир нам очень нравится. Вот, можно сказать, не изменяем ей. Остается надеяться, что в скором времени детский рацион пополнится полезными, искусственными молочными продуктами местного молокозавода.